Совместный пенсионный аннуитет хотят ввести в Казахстане. Это позволит супругам или близким родственникам объединять пенсионные накопления и получать выплаты, не дожидаясь официального выхода на заслуженный отдых. Этот вопрос сегодня на заседании Можелиса обсуждали депутаты. Законопроект по вопросам регулирования и развития страхового рынка включает и другие новеллы. С подробностями Анна Шолгина. Для получения выплат по пенсионному аннуитету мужчинам к 55 годам необходимо иметь на счету порядка 7 миллионов тенге. 52-летней женщине 9 миллионов. То есть выйти раньше времени на заслуженный отдых сейчас можно только в том случае, если накопление соответствует данному порогу. Теперь депутаты предлагают новый инструмент – возможность объединить пенсионные супругов и не только. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно накоплений, а у второго имеется излишек, то совместный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты. Пенсионный аннуитет относится к области страхования и имеет весомое отличие от выплат из ЕНПФ. В частности, это сроки. Если из фонда начисления идут, пока накопления не будут исчерпаны, то из страховой организации они осуществляются пожизненно. Помимо этого, в рамках законопроекта предложили еще несколько продуктов. Застраховать свою жизнь по желанию сможет любой казахстанец. Кроме того, планируется ввести и обязательное страхование работодателям сотрудника от несчастных случаев. Страховой сектор демонстрирует стабильный рост и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 76% за последние три года. Составляет 1,7 трлн тенге или же 2,3% от ВВП. Для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом предусмотрено внедрение новых социально важных продуктов страхования жизни. Документ предусматривает внесение изменений в три кодекса и 27 законов. Депутаты также с резкой критикой высказались в отношении новых порогов достаточности пенсионных накоплений. По их словам, эта задача не может входить в полномочия ЕНПФ из-за конфликта интересов. Кроме того, сроки использования пенсионных накоплений сократили необоснованно, заявили мажористмены. Вызвало вопросы методика расчетов и дата информирования населения. В ЕНПФ тем временем твердят одно и то же. Расчитаны для того, чтобы обеспечить его достойные пенсии. В отношении улучшения жилищных условий, как я уже сказал, и глава государства на это обращал внимание, что есть очень много программ, которые позволяют, в том числе молодым людям, решить вопросы улучшения жилищных условий. Народные избранники требуют провести служебное расследование и наказать ответственных за разработку методики определения порога достаточности пенсионных накоплений. А также провести работу над ошибками до 1 апреля следующего года. Соответствующим запросам они уже обратились в правительство. Анна Шелгина, Ержан Рахман Бердиев, Хабар, 24.